всем доброго дня и сегодня у меня очень хорошее настроение потому что тема которую я сегодня для вас приготовила для меня самой очень интересная и очень такая объемная я очень люблю говорить на эту тему и самое приятное что у меня есть много много опыта которым я готова поделиться вот вообще я очень люблю делиться опытом вот радостно сейчас поделюсь с вами этим опытом сегодня мы поговорим о такой интересной теме как самоорганизация и все знают азбучные истины что не бывает успешных людей которые не организованы вот если они успешны и не организованы значит за них это делает кто-то но мы не такие люди да поэтому мы организуем свой успех самостоятельно и каждый сегодня если я вас сейчас спрошу что нужно делать чтобы быть самоорганизованным вы обязательно начнете перечислять нужен план на день нужны цели долгосрочные цели краткосрочные приоритеты сначала делать самые важные дела потом делать дела менее важные срочные потом делать дела него важные но не срочные и не важные не срочные оставлять вообще на потом когда-нибудь или лучше вообще их кому-то делегировать. Это мы все с вами знаем, но никто не говорит об одном потрясающем факте, очень-очень важном, иногда определяющем о самоорганизации. Объясню сейчас, что я имею в виду. Вчера слушала один коротенький видеоролик одного из участников нашего марафона «Эффективность на максимум» и услышала такую фразу, которая во мне включила тему сегодняшнего дня. Я услышала такую фразу «Да, я поняла, у меня не хватает энергии, надо заняться поиском энергии или восстановлением энергии». Как-то так было сказано. Вы знаете, вот эта фраза говорит о многом. Когда у человека нет физической энергии, то это касается далеко не только отсутствия мотивации, это касается того факта, против которого не помогает ни мотивация, ни убеждение извне, ни самоистязание, ничего не помогает. Это называется наша собственная биохимия. Если у нас внутри нет физически ресурса энергетического, если наша фабрика по выработке энергии не справляется и не может выработать энергию, то вы можете заставить себя действовать только скрипя сердце и стиснув зубы. Но это значит, что вы в этот момент расходуете свой неприкосновенный запас энергии. Потому что все, что делается ни в кайфу, ни в радость, ни с легкостью, ни с интересом, это все расход неприкосновенного запаса энергии. А кстати сказать, когда вы израсходуете свой неприкосновенный запас энергии, то вам ваша программа на земле закончена и пора уходить. Поэтому ни в коем случае нельзя расходовать свой неприкосновенный запас. Показателем того, что вы расходуете неприкосновенный запас, начинается резкое старение и болезни. Так о чем же я сейчас? Я говорю о том, что есть факторы, которые вне зависимости от нашего настроя и нашего интеллектуального и ментального состояния наших мозгов и нашей души, влияют на нашу самоорганизацию. Ну не может человек встать утром бодрым, если он лег спать в час ночи или в два часа ночи. Проверяла. Не может. И нет у него потом сил творить и с радостью делать то, что он запланировал. Потому что самые ценные часы, когда наш внутренний компьютер перезагружается, подчищает все нестыковки и очищается от всех ментальных и душевных и физических вирусов, это с 11 часов вечера до 2 часов ночи. Даже если вы будете ложиться в 10 вечера и вставать в 3 часа ночи, вы будете значительно здоровее, чем те люди, которые ложатся в час ночи и просыпаются в 10, в 11, в 12 часов дня. Они просыпаются тогда, когда у всех идет спад умственной деятельности. Они уже все, как говорят, все царствие небесное проспали. Так вот, это первый фактор. Но он даже, наверное, не определяющий. Я думаю, что определяющий фактор все-таки это еда. Потому что, если мы питаемся, слава богу, в моем окружении таких людей нет, если вы питаетесь промышленной едой, если вы едите хлеб с дрожжами, если вы едите много сахара или промышленной еды, в которой в составе есть много сахара, если вы едите белую муку, много теста, много сдобы, если вы едите копчености, консервированные продукты, то вся ваша энергия уходит на то, чтобы как-то справиться и утилизировать всю эту химию, все это излишне тяжелые продукты, причем продукты пищевой и химической промышленности. Наш организм не предусмотрен, в нем нет функции вывода химических ингредиентов. В нем есть только функция утилизации природных компонентов после переработки пищи. То есть все, что должно быть выведено. Но мы съедаем такое огромное количество химии и ненужных сахаров, и ненужных глютенов, крахмалов и так далее, природа это не предусмотрела. Тогда есть такой защитный механизм. Вы же знаете, что наш организм так мудро устроен, что он при любых условиях будет искать наиболее комфортный способ существования. Он всегда будет пытаться восстановить равновесие. Как пытается восстановить равновесие наш организм, когда в него поступает очень много ненужной, неразлагаемой еды. Он начинает ее откладывать в депо, который сам создает. То есть в жировые депо, куда до поры до времени складывает вот эту всю отраву и химию. То есть если мы едим слишком много сладкого и говорим или, как сказать, находим отговорку. Ну я много интеллектуально работаю, моему мозгу нужны углеводы. Вы знаете, я на собственном опыте доказала сама себе и десяткам моих клиентов, что те углеводы, которые находятся во фруктах и овощах, их вот так достаточно для того, чтобы мозг функционировал максимально эффективно. Все, что сверху, это угнетение мозговой деятельности, сердечной деятельности и всех остальных, да всех наших основных органов и систем. Поэтому, если вы чувствуете, что вам не хватает энергии в течение дня, если вы чувствуете, что у вас есть спады в течение дня, и потом вы снова вроде как просыпаетесь, бывают периоды, когда вам не санкционировано, вдруг вы спали. Спали 8-9 часов, а днем вы чувствуете, что вы ни с того ни с сего устали. Это ваш организм вам сигнализирует. Он просто вот так машет руками, топает ногами и кричит, перестань закармливать меня вреднятиной. Вот, что я сделала год назад. Когда я обо всем этом очень подробно и очень детально и доказательно, убедительно услышала, я начала экспериментировать сама и вошла в великолепный квест, который длился 90 дней. Он называется WildFit. И именно во время этого квеста я убедилась в том, что та еда, которую сегодня называют промышленной едой, она реально ворует нашу энергию, наше здоровье. Избыточное количество сахара ворует наше здоровье. И когда я от этого отказалась и начала, постепенно отказалась и начала искать адекватные заменители, то великолепнейший зеленый смузи, который мы называем AlcaGizer, то есть Alca это щелочь, джайзер, да, энергия. Так вот, ощелачивающий энергетический коктейль по утрам из овощей, рецепт которого я пришлю всем, кому это интересно, кто попросит, он даст очень мощный заряд энергии, бодрости, сделает очень хорошую детоксикацию в вашем организме, интенсивно его омолодит и остановит те нежелательные процессы, ну о которых не стоит сейчас даже и задумываться, но процессы грозные. Это второй совет после сна, да, даже, наверное, третий. То есть качественный сон, не столько по часам, сколько по времени, когда ложиться спать. Во-вторых, это правильная еда, как минимум отказ от пищевого, от промышленного питания. Дальше, третье, это алкоджайзер по утрам после стакана горячей воды с лимоном, с небольшим количеством лимона. И еще один очень важный, на мой взгляд, полноценно важный фактор нашей жизни и способности восстанавливать энергию для тех планов и достижений, которые у нас есть. Если кто-то из тех, кто смотрит сейчас меня, скажет мне, что человеку не нужны дополнительные витамины, никакая другая дополнительная поддержка, все он может получить с питанием, то я сразу понимаю, что человек не знает, о чем он говорит. Я этой темой, как wellness-консультант, занимаюсь 25 лет. И я могу сказать точно, что я продукт своего продукта. Я отдаленный результат 23-летнего приема качественных, натуральных, витаминных комплексов, натуральных антидепрессантов, которые современному человеку нужны, как воздух. Продуктов для укрепления мозговой деятельности, нервной системы. Вот человеку, который занимается бизнесом и который ежедневно общается с другими людьми, без этих продуктов очень трудно. Они должны быть натуральные, они должны быть проверенные, они должны быть эффективные и безопасные. Что делаю я? Совершенно откровенно вам говорю, и это не реклама. Это просто мой опыт, который позволяет мне сохранять состояние энергии, причем это состояние мощной энергии, оно все время увеличивается. Во-первых, поскольку мы часто все равно нервничаем и переживаем, то вот этот продукт, стрессион, я его ем тогда, когда чувствую, что у меня перегружены мозги интеллектуально, а вот этот, оптимакс, я пью тогда, когда я чувствую, что я перегружена эмоционально. Я понервничала или там с кем-то какие-то отношения выясняла, или за кого-то переживала, и я чувствую, что мое душевное состояние неспокойное, как минимум. Я обязательно помогаю себе вот этим продуктом, который, кстати, сделан из экстракта зверобоя, всего-то на все, да, или стрессион, который помогает быстро привести мозг в фазу разгрузки, да, быстрой перезагрузки компьютера нашего после интеллектуальной мощной работы. Я обязательно регулярно 23 года ем лицетин, потому что я хочу сберечь свою нервную систему. Из лицетина состоят оболочки всех наших нервных волокон. Это как изоляция в проводах, да, если изоляция нарушена, провода стыкуются и искрят. Так вот, чтобы этого не происходило, не было чувства раздражения, психованности, нетерпимости, чтобы вы легко, комфортно засыпали, в общем, чтобы вы были спокойны, как танк, нужно постоянно поддерживать себя лицетином. Даже если вы просто домохозяйка, это нужно, я думаю, что домохозяйкам не меньше. И, конечно, для того, чтобы организм вырабатывал нужное количество энергии, обязательно нужен комплекс витаминов, минералов и трав. 100% нужен, каждый день. А когда вы занимаетесь подготовкой каких-то мероприятий, или у вас какой-то особо важный момент в жизни, то их нужно в два раза больше. И вот если вы это все будете делать, то вопрос самоорганизации, это уже вопрос, что называется, дело техники, да, потому что и составить план, и этот план выполнить, и держать в голове много информации, и иметь на всю эту энергию вы сможете только тогда, когда вы не создаете в себе утечку физической вашей природной энергии. Ее вы не сможете взять ниоткуда. Это только сон, правильная еда, правильные энергетические напитки, поддержка себя необходимыми питательными веществами, которых мы с питанием никогда с вами не получим, и, конечно же, много-много позитивных эмоций. Вот это все вместе делает тему самоорганизации исполнимой. Но об этом почему-то никто не говорит. Я с радостью поделюсь с вами своими рецептами, я с радостью поделюсь тем опытом, как мне удалось за полгода, всего за полгода уменьшиться на 16 килограмм, уменьшить свой биологический возраст на 10 лет и получить огромный источник энергии. Я с удовольствием поделюсь с вами тем, как лучше всего себя поддерживать, и те мои сотни довольных клиентов по всей территории стран бывшего Советского Союза, которые по моей ссылке покупают со скидками для себя продукт, а я помогаю им своими консультациями по питанию, они все очень довольны, и их эффективность в бизнесе в несколько раз выше. Вот такое сегодня обширное большое видео, конечно, это тот самый-самый, это что называется, голопом по Европам, но при всем при том я очень надеюсь, что кому-то мой личный, собственный опыт, который час за часом, день за днем пройден моими собственными мозгами, моими собственными ногами, кому-то все-таки пригодится. Удачи вам, будьте здоровы и занимайтесь самоорганизацией и восстановлением собственной энергии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!